Когда речь заходит о существах, вызывающих первобытный ужас, ни одно другое создание не вызывает столько мурашек по коже, как этот невероятный паук. Представьте себе, вы прогуливаетесь по густым джунглям Южной Америки, когда внезапно сталкиваетесь с существом, которое может заставить даже опытных ученых впасть в панику. Это не просто паук, это настоящий ночной кошмар, облик которого издавна служит источником страхов и легенд. Этот паук, известный под зловещим названием бразильский странствующий паук, отличается от других своим необычайно агрессивным поведением и способностью атаковать без предупреждения. Его размер достигает 5 дюймов, а размах лапок более 6 дюймов, что делает его одним из самых крупных представителей своего рода. Однако не только размер делает его устрашающим. Глаза, 8 темных блестящих точек, безмолвно следят за вами, как если бы он заранее планировал свой следующий шаг. Но что действительно выделяет этот вид, это его невероятно сильный яд. Укус бразильского странствующего паука может вызвать мощную аллергическую реакцию, сопровождающуюся сильной болью и параличом мышц. Это не просто теоретическое предположение. Медики и специалисты по ядовитым существам многократно фиксировали случаи, когда жертвы укусов этого паука оказывались на грани жизни и смерти. Ученые, которые изучают этого паука, часто признаются в том, что, несмотря на их опыт и знания, они испытывают внутренний трепет при встрече с этим существом. Его поведение отличается непредсказуемостью. В отличие от большинства пауков, которые воздерживаются от нападений при отсутствии угрозы, бразильский странствующий паук может атаковать даже при малейшем возмущении. Жестокий и коварный, он может неподвижно замирать на месте, чтобы поджидать свою жертву, используя окружающую среду как идеальное укрытие. Такие особенности делают его реальной угрозой не только для людей, но и для других животных джунглей. Зачастую его жертвами становятся существа, которые в разы превосходят его по размеру, но уступают в скорости и интуиции. Что еще больше тревожит, это обычай этого паука проникать в человеческие жилища. Зачастую его можно обнаружить в местах, куда чаще всего попадают люди – обувь, одежда, сумки. Этот хищник способен переждать подходящий момент, прежде чем нанести убийственный удар. Для тех, кто работает в лабораториях, исследуя яд бразильского странствующего паука, риск укуса всегда присутствует. Требуется невероятная осторожность и соблюдение строгих мер безопасности, чтобы избежать трагических случайностей. Ученые должны быть всегда на чеку, зная, что одно неверное движение может привести к катастрофическим последствиям. Но что заставляет этого паука вызывать такую панику у научных умов? Возможно, это сочетание агрессии, ядовитости и хитрости, которая так редко встречается в природе. Он олицетворяет собой самую настоящую угрозу, в которую никто не хочет верить до конца. Однако его неуловимость и непредсказуемость каждый раз напоминают нам о том, что в мире природы далеко не мы являемся главными. Научные группы продолжают возвращаться в джунгли, изучая повадки и поведение этого существа, пытаясь разгадать тайны, скрытые в его ядовитых клыках. И каждый раз их ведет дальше только один вопрос. Что еще скрывает этот опасный обитатель тропиков? Бразильский странствующий паук – это не только агрессивный хищник, но и искусный хитрец. Он приспособился подстраиваться под окружающую среду, используя свои природные особенности в качестве мощного оружия. Этот паук предпочитает скрываться в теневых уголках, где его сложно заметить на первый взгляд. Его окрас – это удивительное сочетание коричневых и серых оттенков, что позволяет ему сливаться с листвой и корой деревьев. Благодаря этому он становится почти невидимым, поджидая свою жертву. Одна из загадок этого паука – его невероятная скорость. Он может молниеносно перемещаться между ветвями деревьев или между трещинами в грунте. Это позволяет ему не только избегать опасности, но и стремительно нападать на добычу. Его жертвы зачастую не успевают ничего понять, как оказываются в капкане из его лап. Особенность в том, что бразильский странствующий паук способен атаковать добычу, которая намного больше его самого. Он не боится напасть на мелких млекопитающих или крупных насекомых. Но самое коварное в арсенале этого паука – это его яд. Он не только мощный, но и обладает интересными свойствами. Яд вызывает резкую боль и паралич, но это не единственное его действие. Ученые обнаружили, что воздействие яда на организм настолько комплексное, что вызывает целый ряд реакций. Исследования показали, что даже небольшая доза яда может ввести жертву в состояние шока, что делает ее неспособной к движению. Таким образом, паук получает не только физическое, но и психологическое преимущество над своей жертвой. Еще одна из ловушек, используемых этим пауком. Его способность внезапно появляться в самых неожиданных местах. Такое поведение связано с его привычкой проникать в человеческие жилища. Представьте себе, вы собираетесь надеть ботинки, а внутри них скрывается этот агрессивный хищник. Он может затаиться в одежде, подушках и даже кухонных шкафах. Каждая деталь его поведения направлена на то, чтобы остаться незамеченным до самого последнего момента, когда уже поздно что-то предпринимать. Для людей, работающих в джунглях, бразильский странствующий паук стал настоящей головной болью. Исследователи вынуждены постоянно проверять свое оборудование, палатки и любую личную вещь, чтобы избежать неприятных встреч с этим существом. В лабораториях, где изучаются свойства его яда, сотрудники работают в условиях максимальной безопасности. Каждый контейнер с пауком закрыт и проинспектирован многократно. Ученые должны быть предельно осторожны, чтобы не дать шанс этому созданию использовать свои ловушки на них самих. Но почему этот паук так ловко обходит все человеческие уловки и продолжает оставаться на свободе? Возможно, его выживание зависит от изощренной тактики и способности адаптироваться к любым условиям. В дикой природе он мастерски уходит от крупных хищников, избегая столкновений и оставляя за собой только загадочные следы. Его повадки изучаются исследователями по всему миру, но разгадать все секреты этого паука пока никому не удалось. Своей хитростью и умением использовать яд в самых непредсказуемых формах, бразильский странствующий паук вызывает уважение даже у самых опытных специалистов. Его присутствие – это постоянное напоминание о том, насколько разнообразна и непредсказуема природа и как важно соблюдать осторожность, исследуя ее загадки. И кажется, что паук только приветствует такое отношение, затаившись в тени и приготовив очередную ловушку для тех, кто рискнет заглянуть в его мир. Укус бразильского странствующего паука – это не просто боль, это настоящее испытание для человеческого организма. Его токсичный яд атакует жертву с такой скоростью, что человек испытывает невыносимую боль уже через несколько секунд после укуса. Местные жители говорят, что укус этого паука подобен ожогу кипятком, но в десятки раз сильнее. Боль распространяется по телу столь стремительно, что кажется, будто она пожирает изнутри. Это ощущение сопровождается сильной слабостью, вплоть до того, что жертва не может встать на ноги. Но яд паука – это не только острая боль. Его воздействие на организм многоуровневое и чрезвычайно опасное. В течение первых минут после укуса человек может ощутить резкое головокружение и потерю ориентации. Это состояние нередко вызывает панику, добавляя психологическое давление к физическому страданию. В некоторых случаях укусы паука приводили к кратковременной потере сознания, делая людей полностью беспомощными. Яд бразильского странствующего паука содержит нейротоксины, которые воздействуют на нервную систему жертвы. Они блокируют нормальную передачу нервных импульсов, что приводит к частичному или полному параличу мышц. Наиболее критичным является тот факт, что паралич может затронуть диафрагму, что делает затруднительным или даже невозможным дыхание. Отсутствие своевременной медицинской помощи в таких случаях может привести к фатальным последствиям. Не менее пугающее последствие укуса – это воздействие токсинов на сердечно-сосудистую систему. У жертвы может резко упасть или, наоборот, критически повысится артериальное давление. Это вызывает серьезные нагрузки на сердце и может привести к инфаркту. Кроме того, токсин способен спровоцировать аритмию и другие нарушения сердечной деятельности. Но наиболее коварным эффектом является так называемая приопизм. Это состояние продолжающейся болезненной эрекции у мужчин, которая может длиться несколько часов. Хотя на первый взгляд это может показаться забавным, на самом деле это довольно болезненное и опасное состояние, которое требует медицинского вмешательства. Медицинские учреждения в регионах, где обитает этот паук, часто держат на готове антидоты и другие специальные препараты, которые могут помочь стабилизировать состояние укушенного. Однако временные рамки, в течение которых необходимо оказать помощь, крайне ограничены. Чем быстрее жертва получит медицинскую помощь, тем выше ее шансы на полное восстановление. Встреча с этим пауком в естественной среде всегда несет в себе риск. Леса и джунгли, где обитает бразильский странствующий паук, насыщены звуками и движением, и заметить его затаившегося среди листвы практически невозможно. Поэтому укус, как правило, становится полной неожиданностью. Однако атака этого паука на человека чаще всего происходит только в случае, если он чувствует опасность или его пространство было нарушено. Если вы окажетесь в зоне обитания этого хищника, необходимо соблюдать все меры предосторожности, использовать защитные средства, регулярно проверять одежду и обувь, тщательно осматривать места ночлега и соблюдать повышенную внимательность. Но даже эти меры не могут гарантировать полную безопасность от встречи с опасным хищником. Эта история о смертельных укусах и реакциях на них заставляет задуматься о том, какие еще неожиданные опасности может скрывать бразильский странствующий паук. Какие еще ужасные последствия могут грозить тем, кто сталкивается с этим устрашающим созданием. Несмотря на всю силу и опасность бразильского странствующего паука, у него тоже есть слабые стороны, которые делают его уязвимым в неожиданной мере. Одна из таких слабостей – это его чувствительность к определенным хищникам, которые охотятся на пауков. Например, некоторые виды осы научились находить и парализовать этих пауков, используя собственные ядовитые жала. Эти насекомые обладают настолько острым обонянием, что способны обнаруживать пауков даже в их столь тщательно охраняемых укрытиях. Кроме того, природные элементы играют также важную роль в жизни этих существ. Пауки могут страдать от резких изменений температуры и влажности, особенно во время длительных засух, когда их укрытия становятся менее надежными. Внезапные ливни также становятся для них испытанием, так как вода заполняет их привычные убежища, заставляя искать новое укрытие. И хотя они могут быстро адаптироваться, эти изменения снижают их активность и делают более уязвимыми перед хищниками. Еще одна неожиданная слабость – это их собственное потомство. Хотя кажется, что большее количество потомков означает выживание вида, в случае с бразильским странствующим пауком это не всегда так. Парадоксально, но молодые пауки могут стать причиной стресса и повышенной уязвимости взрослых особей. Если малюсенькие паучки появляются в неподходящее время или в небезопасном месте, это может привлечь внимание других хищников. В попытке защитить потомство взрослые пауки нередко подвергаются опасности. Интересно, что даже при всех своих страшных качествах бразильский странствующий паук также оказался уязвимым к некоторым бактериальным инфекциям. Исследовательские группы обнаружили, что определенные микроорганизмы могут провоцировать у пауков болезнь, способную значительно сократить их жизненный цикл. Это открытие стало настоящей сенсацией для ученых, так как показало, что даже самые опасные создания природы имеют свои уязвимости. Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание – это территориальная конкуренция. В джунглях, где обитают эти пауки, они вынуждены часто сталкиваться с конкуренцией за ресурсы. Даже учитывая их агрессивный характер, бразильские странствующие пауки могут уступать в борьбе за укрытие или добычу более крупным и хитрым созданием. Эта борьба за выживание нередко приводит к тому, что пауки оказываются в новых непривычных условиях, где их выживание становится еще более рискованным. Важный аспект, который нередко упоминается в исследованиях – это их нужда в определенной пищевой базе. Пауки зависят от наличия в их среде обитания мелких насекомых и других мелких существ. Если такие источники пищи иссякают, пауки вынуждены мигрировать в поисках новых охотничьих угодий, что способствует их дополнительной уязвимости. В это время они становятся легкой добычей для тех же ос, которых, как уже было сказано, привлекает их токсины. Но, конечно, самой неожиданной из слабости остается эффект, который вся эта информация оказала на мировую науку. Ученые поняли, что даже такие существа, как бразильский странствующий паук, обладают своими ограничениями. Это осознание не только вызвало глубокий интерес изучения, но и предоставило новые возможности для разработки методов, направленных на защиту от этих представителей пауков. В итоге вся эта история показывает, что даже у самых устрашающих существ могут быть свои таинственные слабости, которые природа обеспечивает для поддержания равновесия. И кажется, что в мире дикой природы баланс всегда сохраняется, не позволяя одному виду доминировать над всеми остальными.